Всем привет! С тобой канал SD. В этом уроке мы продолжим знакомиться с фундаментальными понятиями для работы в фотошопе. Сегодня речь пойдет о цветовых схемах, которые используются в программах и устройствах для печати. Цветовая схема это определенный набор цветов, смешивая которые в различных пропорциях, ты получаешь нужный тебе оттенок. Любой телевизор или монитор формирует изображение смешивая всего три базовых цвета красный, зеленый, синий. От названия этих цветов по-английски мы получаем цветовую схему RGB. Давай посмотрим как выглядят цвета на примере изображения в фотошопе. Возьмем знакомый нам инструмент пипетка и кликнем левой кнопкой мыши на любом месте картинки. Цвет отобразился как основной на панели инструментов. Кликаем левой кнопкой мыши на нем и открываем тем самым окно палитры цветов. В этих трех окошках напротив бук RGB отображается цифровое значение цвета. Чем больше цифра, тем больше данного цвета присутствует в выбранном тобой оттенке. Кликнув в другом месте ты заметишь изменения в цифрах. Максимальное число в диапазоне 255, а минимальное 0. Если все цифры выставить на 0, то мы получим чисто черный цвет. Если выбрать белый цвет, то увидишь, что он вобрал в себя максимум от всех цветов по 255 долей каждого цвета. Если умножить 255 на 255 и на 255, то получим максимальное количество оттенков в схеме RGB, которая содержит в себе более 16 миллионов оттенков. Также у каждого цвета имеется свой код, о котором ты знаешь из прошлого урока. Отображается он в этом окне. Код достаточно простой. На каждый цвет отведено два символа. Используется 16-ти ричный способ кодирования, то есть цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита от A до F. В сумме это 16 символов. Уверен, в тебе сейчас пожил дух программиста. Но есть загвоздка. Данная цветовая схема не совсем подходит для изображений, которые вы собираетесь распечатать. Дело в том, что изображения на мониторе формируются с помощью световых лучей, а на бумаге изображение появляется с помощью чернил. Поясню, в чем тут дело. При смешивании красок действуют несколько иные принципы цвета образования. Соответственно, и цветовая схема в печатных устройствах используется другая. Она называется ЦМИК. Ты уже догадался, как расшифровывается данная аббревиатура? Дизайнер Петушок, помоги нам понять, что обозначают эти буквы. Так как в этой схеме используются голубой, пурпурный, желтый и черный цвета, то мы опять берем первые буквы их английского названия. Петушок, а откуда взялась буква Кей? Отверблюда! А если серьезно, то так обозначили черный. Взяли от него последнюю букву. Ведь если его обозначат буквой Би, то можно спутать с синим. Отображение цвета в схеме ЦМИК также присутствует на палитре цветов. Здесь значения отображаются в процентах от 1 до 100 и обозначают количество краски определенного цвета. То есть, чем выше числовое значение канала, тем он темнее. Это кардинальное отличие данной модели от предыдущей. Кроме того, раз ЦМИК содержит 4 канала, то появляется возможность более тонкой, даже ювелирной, цветокоррекции. Если с предыдущими цветовыми моделями сложности обычно не возникает, то с моделью ЛЭП ситуация совершенно иная. Понять взаимодействие цветовых каналов в ней немного сложнее. Дело в том, что в пространстве ЛЭП цвет отделен от контраста. В одном канале Light содержится информация о деталях изображения и яркостном контрасте. Это практически черно-белая версия изображения. Канал A охватывает палитру от пурпурного цвета до зеленого. Канал B охватывает палитру от желтого до синего. Нулевые значения каналов A и B соответствуют нейтральным тонам, то есть всем оттенкам серого. ЛЭП называют также аппаратно-независимой моделью. И мониторы и принтеры воспроизводят изображения в этой цветовой модели одинаково. Фактически вся работа программы Photoshop основана именно на алгоритмах этой цветовой модели. Хотя большинство об этом даже не подозревают. Цветовой охват ЛЭП соответствует всем видимым нами цветам. Поэтому почти половина из них не воспроизводится при печати. А пятая часть не воспроизводится монитором. Освоить работу в ЛЭП непросто. Но владение даже несколькими приемами работы в этом пространстве позволяет выполнять такую коррекцию, которую либо невозможно воспроизвести в других моделях, либо результат, который получен в ЛЭП за несколько секунд, достигается с большими затратами усилий и времени в других цветовых схемах. Кто нихера не понял? Поднимите руку! Не переживай. Photoshop изначально создает файл в RGB. На данный момент нас это полностью устраивает. А в будущем мы затронем аспекты работы в других цветовых схемах. Если же освещения данной темы тебе недостаточно... Погугли в Яндексе! Цветовую схему открытого документа ты можешь увидеть прямо в названии. Photoshop имеет возможность переводить изображение из одной цветовой схемы в другую. Для этого нужно нажать на вкладку Image, Mod и выбрать нужную цветовую схему. А говорю сразу, при переводе изображения в CMYK, оно немного теряет в яркости, так как становится более приближено к возможностям печатных устройств. Если вы заранее знаете, что будете распечатывать изображение, то цветокоррекцию вернее будет проводить именно в этой цветовой схеме. Помимо уже представленных вам схем, в Photoshop имеется еще несколько. Бегло расскажу вам о них. Цветовая схема Grayscale переводится как оттенок серого. Отсюда вытекает, что изображение станет черно-белым. Все понятно? Едем дальше. Цветовая схема Bitmap. Изображение воспроизводится исключительно с помощью черных и белых пикселей, избегая других оттенков серого. В Bitmap изображение переводится только из схемы Grayscale. Цветовая схема 2 тона. Позволяет внести в черно-белое изображение дополнительный цвет на выбор. Вообще даже не один, а аж 4. И таким образом преобразовать фотографию, например, в снимок с эффектом старины. Следующий режим – это индексированные цвета. Здесь цветовая схема ограничена 256 цветами, что значительно облегчает вес изображения. Такая схема применяется для работы с картинками для интернет-ресурсов. В данный режим изображение можно перевести только из цветовой схемы RGB. Подведем итог. Сегодня мы рассмотрели две основные цветовые схемы – RGB и ЦМИК, а также познакомились с другими режимами цветовых схем. Теперь, когда ты насытился знаниями о цветообразовании и разрешении, мы можем переходить к непосредственному освоению интерфейса программы, чтобы произвести всякие там манипуляции с картинками и фотками. До встречи в следующем уроке. Оставляй комментарии под видео, не забудь подписаться на канал и поставить лайк за полезную информацию. Всем чмоки в этом чате!